У нас, может быть, Александр Владимирович на этот вопрос больше ответит. Вот мы сейчас будем в пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений. Полностью согласна, что это очень нужно, необходимо и здорово. Они будут проектироваться и делаться точно так же с ограждениями? Часть с ограждениями, часть без. Я просто не готов сейчас ответить, какие с ограждением, какие нет, но по улицарду будут с ограждением. Я точно смотрю. Просто у нас эти ограждения на год, до зимы. Зимой до очистки дорог на год, потом они у нас начинают уже приходить негодность. Нет других способов ограждения, либо других способов уборки. Есть способы, мы дебаты вели, но очень сложно. ДТД настаивает, есть требования ГОСТов, СНИПов об устройстве. Там, например, то, что есть, то есть. Под этими металлическими ограждениями. Возле образовательных учреждений обязательно это светофор, то есть секция, смигающая желтой, которая привлекает внимание водителей. И ограждение, именно ограждение, дабы избежать непроизвольного выхода детишек на проезжую часть. Поэтому это однозначно. Толья, мы принимаем ваши замечания, они справедливые. На сегодняшний день мы уже начали работать по демонтажу тех кривых, извините за это, да, то есть обрезки. Вот, и у нас выявлены места, где наш подрядчик их разрушил. Есть места, где водители, да, во время ДТП, то есть им мы подавали в суд, есть решение судов. Какие-то еще в процессе идут, но, тем не менее, уже есть, поэтому подрядчик за счет собственных средств восстанавливает, да, те нарушители, которые самостоятельно, поглядят, тоже, наверное, за счет собственных средств или подрядчиков занимает, и тоже восстанавливает. Восстанавливает.